Основной вопрос, наверное, для всех времен, он будет всегда актуален. И сегодня и в будущем это, безусловно, санитарная очистка города. Все жители должны понимать, что они живут в чистом, благоустроенном городе, в комфортном городе. И поэтому, конечно же, мы должны организовать эту работу таким образом, чтобы наши улицы, улицы Крымской столицы были чистые, были ухоженные, опрятные. Чтобы у нас газоны были красивые, зеленые, росли красивые розы, чтобы людям было приятно находиться на этих улицах. Сегодня мы активно ведем работу по благоустройству придомовых территорий, по благоустройству общественных территорий. Я уже не раз говорил о том, что у нас, да, есть у нас проблемы по благоустройству территорий прошлых лет, это территории 2020-2021 года. Но мы их доделаем, доделаем их в этом году. Есть понимание, как мы это сделаем, какими силами и средствами. Поэтому здесь этот вопрос мы закончим. Также у нас реализуется в этом году уже благоустройство 19 придомовых территорий, 4 общественных территорий. Работы ведутся, где-то работы идут в графике. Не скрою, есть несколько объектов, где у нас присутствуют отставания. Но я уверен, что с этими объектами мы также справимся. Кроме этого, уже у нас есть финансовый ресурс для благоустройства еще 19 придомовых территорий, которые мы будем благоустраивать в этом году. И до 1 ноября мы должны с этой задачей точно так же справиться. Обратная связь вообще это, безусловно, важный фактор, важный момент, на который всегда обращают внимание глава республики. И то, что нам за рутинной ежедневной работой может быть не видно, безусловно, наши люди нам могут показать на недостатки в нашей работе, недоработки. Поэтому очень важно иметь эту обратную связь. Считаю, что она организована надлежащим образом. Работают все социальные сети на сегодняшний день. Мы присутствуем. Администрация, моя личная страница, есть официальная почта администрации. Конечно, мы стараемся максимально быстро, в сжатые сроки реагировать на все обращения. Безусловно, не получается все вопросы решить сразу. Но в любом случае людям стараемся пояснить, объяснить. Каким образом мы будем решать эти проблемы, в какие сроки и какими способами. Горожан сегодня волнует работа общественного транспорта. Горожан сегодня волнуют вопросы благоустройства. Люди видят, что много дворовых территорий благоустраиваются. Задают вопросы, почему их дворы не благоустраиваются. Хочется здесь сказать, что в любом случае мы в каждый двор придем с благоустройством. Но, понятное дело, мы не можем сделать все одновременно. Санитарное состояние города у нас уже, можно сказать, отходит с первых позиций. Потому что, так скажем, в основной своей массе порядок в городе наведен. Симферополь – это столица Крыма, это ворота Крыма. Поэтому здесь наша обязанность быть лучшим городом в республике. И я уверен, что мы с этой задачей справимся. Город большой, администрация также большая как по численности, так и по функционалу. Я уверен, что все в наших руках. И мы способны сделать таким образом, чтобы и жители, и гости нашего города воспринимали наш город как город комфортный для проживания, а туристы воспринимали наш город как удобный, как интересный для посещения с точки зрения туристической привлекательности. Активно занимаемся этим вопросом. Вообще, в принципе, мое глубокое убеждение, что каждая детская площадка должна быть адаптирована в том числе для людей с ограниченными возможностями или для людей с особенностями. Поэтому вот недавно мы, кстати, закончили монтаж площадки, адаптированной для детей с особенностями в парке Шевченко. Очень классная детская площадка, очень востребована. Сегодня очень много людей проводят там время. И опять же, я хочу обратить внимание, это то место, та площадка, где могут проводить время абсолютно все желающие дети. У меня двое сыновей замечательных, замечательная жена. Поэтому в этом плане все хорошо. На сегодняшний день, я не знаю, там, хорошо это или плохо, но это факт. Конечно, время на какие-то увлечения практически не остается. Все-таки работа главой администрации, она требует большего повышенного внимания. И, наверное, все-таки иногда в сутках времени становится мало. Увлечения действительно есть. Я вырос на берегу моря, поэтому все водные виды спорта, плавание, подводная охота, доска с парусом, это все то, через что я прошел и что дома сейчас, к сожалению, пылится. Но, тем не менее, когда-никогда, время, конечно, стараюсь найти. Конечно же, работа в органах исполнительной власти республики – это большой жизненный опыт. Это тот опыт, который, на самом деле, мне очень помогает. Считаю, что если бы ту школу я не прошел, безусловно, сегодня мне было бы сложнее. Поэтому, наверное, все вот как раз гармонично так складывается, что пройдя, так скажем, путь работы в маленьком городе, потом в органе исполнительной власти, теперь в столице, вот, наверное, все в целом мне дает, так скажем, как мне кажется, возможность работать максимально эффективно, наверное. Разница, безусловно, есть. Когда ты работаешь министром, ты отвечаешь за узкое направление работы, отрасль, так скажем, в республике. И работая министром, безусловно, у тебя есть время подумать, если так сказать, это одной фразой. Работа в администрации – это, конечно же, работа на земле, работа более разноплановая и работа, которая требует принятия оперативных решений. То есть те проблемы, которые у нас появляются сегодня, их надо решать сегодня. Те проблемы, которые острые, нет времени думать, размышлять, консультироваться. Ты должен принимать решения и решать эти проблемы. Особенно, когда эти проблемы связаны с сегодняшней жизненной ситуацией наших граждан. Никакого страха у меня нет, у меня есть одно стойкое убеждение, что мы должны работать. Работать хорошо, работать самоотверженно, работать с полной отдачей, на благо наших жителей, на благо нашего города. И все будет хорошо.